Не садитесь играть в карты с теми, кто жухает, кто мошенничивает, кто плут. И тогда, вы знаете, во мне искренне, так знаете, такое чувство. А я благодарен Алине Бербок. Вот по принципу, что умного в голове, то и на языке. Вот по этому принципу, ну смотрите, какая большая разница. Вот я вроде бы как с Леной Бербок, знаете, так подкалываю ее там насчет розеток действующих, недействующих. А ведь на самом деле, смотрите, она правду говорит в отличие от Меркель. Меркель говорила, мы мир хотим, а на самом деле хотели дурануть Россию. Здесь открытым текстом человек говорит, мы воюем с Россией. Спасибо ей, что она об этом говорит. В пропагандистских и пропагандистских целях. Просто проговорил с раньше времени. Ну смотрите, если мы неправильно понимаем, вот африканский МИД на днях тоже обиделся на МИД Германии, который написал, что Лавров поехал искать леопардов в Африке. Помните эту историю? В Твиттере проиллюстрировали, в общем, еще значком леопарда, которого якобы поехал искать Сергей Лавров в странах Африки во время своего африканского турне. На что Африканский Союз выразил свое возмущение, потому что что за такой шовинизм, вообще что за национализм такой? Почему вы сравниваете наш африканский континент богатой культурой, богатой запасами, недрами? Почему вы сравниваете нас с каким-то животным миром? Ну тут очень просто. Все очень просто. Тут МИД Германии извинился. Правда? Извинился? Ваша точка зрения принята. Извините, мы ценим наших африканских партнеров. Ну, в принципе, точно так же было заявление. Африка тоже и арабский мир, они отреагировали на заявление Борреля. Помните, когда он сказал, что они старались-старались и создали в Европе сад, который благоухает, а все остальное джунгли? Да-да-да. Это Боррель сказал. Глава МИДа Евросоюза, еще и глава, там не только МИД, там совмещенная должность, он отвечает еще и за безопасность Евросоюза. Вот смотрите, от нас уезжает латвийский посол, вот две недели ему дали на то, чтобы собрать чемоданы. Я сейчас разрываю. Да. Может, и уже тогда и немецкому послу тоже начать паковать чемоданы? Знаете, в риториках и в политических играх, Евгений, дорогие радиослушатели, это ведь действительно одно дело, вот мы рассуждаем на тему, там взгляд политолога, взгляд журналиста, что было сказано, мы можем определять это как участие-неучастие в процессах. Вот по полной провалилась она, Лена Бербок, вот она сказала то, что думает, или вот вы, Евгений, говорите, опередила события. А на самом деле преуменьшать этого нельзя. А окно Авертона на самом деле Бербок открыло. И это очень серьезно. Если устами главы МИДа Германии говорится о том, что они участники войны, то давайте подождем, когда это будет сказано устами канцлера Германии или как. Это очень серьезно. Надо понимать, что окно Авертона никогда не открывается бессознательно. Это делается как раз умышленно, делается спланированно. Так что, скорее всего, вы, Владимир, правы. Напоминаю, что эта программа «Еврозон» в эфире. Ведь вопрос риторически, имеют ли право немцы действительно снова быть причастными к уничтожению русского человека. Ну, кому надо, добавьте сюда белорусского, украинского. Я думаю, смысловая нагрузка понятна, о чем я говорю. Имеют ли они право внутреннее и моральное? Вот оказывается, имеют. Оказывается, имеют. У них нормативы демократии. И спасание демократии, европейских ценностей, все эти разговоры, оно все замечательно. Но есть факт. Может быть, есть немцы, которые сейчас гибнут где-то, потому что там то ли в отпуск ушли бывшие военные, то ли еще как-то. Может быть, немцы, которые инструктора подготавливают украинцев, процессы запущены. Немцы, которые подписывают контракты о том, чтобы передать оружие. Немцы, которые подписывают госфинансирование на то, чтобы «Райн Металл» запустил дополнительный завод. И акции здоровски у них продаются. И акции здоровски у них продаются. Они богатеют прямо на глазах. И им нужно выпускать новые снаряды. И не хватает уже мощности. Это все куда идет? Это просто складируется где-то на новом уме? Нет, конечно. Это доктрина мышления. И в этой доктрине мышления, когда простые немцы начинают рассуждать о том, как относятся к ним русские, я говорю, знаете, у русских все очень просто. Надо будет. Еще раз до Берлина доберутся. Это мнение существует не у меня, оно у многих существует. Можете есть русские, которые в плен готовы вам сдаться. Ну так так было и тогда, и так давно. Но сейчас то, что происходит, это сводит на нет усилия десятилетий, в которых больше не было вот этой позвоночной вражды по отношению к немцам. И возрождение этой вражды, я считаю, что очень важно обсуждать. А как оно возрождается? Вначале сделали вид, что не замечают, что представители него нацистского формирования приняли в Германию на лечение. И Азовец такой, я помню, этот блогер Шарий выложил видео, лежит на носилочках и зигует. Ха-ха, им смешно. Немцы не высказались на уровне официальных лиц, что это недопустимо, мол, вы неблагодарны, если уж мы предоставляем нашей больнице для вашего лечения, соблюдайте местные законы. Я не говорю сейчас о нравственности, я говорю о законах, потому что публично зигануть – это нарушение закона. И в этом отношении вопрос немцев, вы знаете, он у меня вначале был такой моральный, а сейчас он переклассифицировался, и это очень интенсивно всю неделю. То есть вот эти разговоры, это не так, что, значит, навязывают. Как так получается, что привет-привет, через некоторое время, о чем бы ни говорили, все равно начинаем говорить об этом. Притом круг лиц, понимаете, от врачей, журналистов, политиков, заканчивая случайными людьми практически, с которыми попал, ну, скажем, на одну скамью ожидания. Вот. Там в предбаннике входа куда-нибудь. По акценту слышно, что человек русский. И вот эти вопросы, они немцев тревожат, действительно. Им навязывают сейчас доктрину, очень сильно навязывают, что русский враг. И вот эта доктрина враждебного государства начинается как? Это враждебное государство, оно вот там на бедную крыльну попадает. Ну, тогда давайте, впрягайтесь по полной, в двухсторонних отношениях. Что вы играете в какие-то определенные игры. И танки ваши, в том количестве, в котором поставляются, они затягивают конфликт. Они ни в коем случае не могут переломать.